всем привет друзья вы на канале тиран гейминг и сегодня я разберу для вас карту берег а конкретно лут санатория в последнее время на моем канале появилось много новых подписчиков и многие люди заходят на стримы просят мне рассказать как я фармю санаторий показать какие-то фишечки карты до ключи какие-то как именно какие оформлю какие в каких что лежит какие места и так далее гайд этот ребятки которые сейчас сниму больше пойдет для людей которые уже чего-то добились таркове что-то умеют так сказать да какой-то level на фарм или потому что новичкам здесь будет мягко говоря ребят сложно потому что сами понимаете все-таки санаторий это самое жесткое место на карте берег да на которое приходит довольно много фулок приходит очень много людей здесь надо уметь выживать для того чтобы эффективно фармить санаторий для того чтобы что-то выносить и так далее поэтому скорее всего ребята если вы новичок то вы можете ознакомиться с этим видео но не думаю что вам стоит пока что вообще обращать внимание на санаторий лучше изучать карты таможня к примеру да потому что много квестов и если вы хотите играть берег то лучше не ходить в санаторий сразу скажу у меня будет большая просьба ко всем кто посмотрел это видео к моим подписчикам и не подписчикам пожалуйста ребят не бегайте топористами вот прям чистосердечно прошу не портите игру другим людям пожалуйста не бегайте в санаторий лутаться просто топорами одевайте хотя бы что-нибудь какое-то оружие для того чтобы во первых вам было интересно ребята играть лутать и так далее да во вторых вы когда бегаете топористами вы просто портите другим людям таким как я игру тем что вы занимаетесь слот нормального человека до который просто пришел реально там по файтится полутать санаторий так далее просто занимаетесь слот поэтому пожалуйста перестаньте это делать заранее благодарочка так вот для начала нужно понимать ребята что есть разные спавны на этой карте и в зависимости от спавна как бы есть разные пути до до санатория и кто-то естественно придет в санаторий быстрее кто-то да кто-то дольше будет до него бежать да кто-то придет позже так вот я вам расскажу сейчас небольшую фишечку которую я после вайпа для себя уловил значит смотрите у восточного крыла вот она справа от меня рядом с ним идет очень много спавнов близких спавнов челкашников и они добегают сюда намного быстрее чем на западке поэтому я принял для себя решение если у меня какой-то спаун не самый близкий к вот этому восточному крылу тут есть два ближайших спаун это который находится за скалами вот здесь вот снизу и находится чуть левее с той стороны там где выход диких если не эти два спауна то я бегу всегда абсолютно всегда на западное крыло но это моя в небольшая фишечка для вас потому что я заметил что всякий раз когда я прибегаю восточку не с ближайшего респауна постоянно там уже кучу народу уже все полутан и так далее а вот на западку я реально успеваю 301 плутать дайте и так далее то есть реально очень интересно именно начинать западного крыла чем с восточного ребят вот там небольшая такая фишечка для вас итак поехали значит начнем с ключей ребята какие нам ключи сегодня понадобится какие я конкретно лутаю какие лутать не стоит то есть я как бы экономлю свое время находясь санатории да я стараюсь полутать все быстро самые главные комнаты какие-то и ну естественно 31 комната там у нас есть спаун лидыкса спаун видеокарт лидыксов там может быть несколько спаунов то есть иногда даже бывают по несколько штук спауниться далее 205 я вам как раз эти комнаты конечно же покажу 205 комната тоже западного крыла там две смежных комнаты в одной спауниться лидыксы в другой спауниться красная лабораторная карта 104 ключ западного крыла это спаун лидыкса испан синий лабораторной карты 112 тот же самый спаун синей лабораторной карты 220 ключ там много медицины есть что-то полезное 222-й ключ, то же самое, много медицины, есть что-то полезное То есть вот это вот западное крыло, ребята В основном ключи дорогие Но, в принципе, можно себе позволить Потому что рано или поздно вы их точно окупите Далее, восточное крыло, это, конечно же, 222-я комната Там у нас LeadX и видеокарта и так далее 107-я, там у нас тоже LeadX, памятница, видеокарта Здесь 314-я на третьем этаже тоже LeadX, спавнится Несколько медицины, спаунов и так далее Плюс подсобка, в подсобке мы можем найти Подсобка из той, с другой стороны есть, если что В ней можно найти, значит, Тетрис, теплачок и видеокарту Также я покажу вам спавны, ребята, мест LeadX Где не требуется ключ, то есть можно лутать без ключа Итак, погнали, начнем с западного крыла Как я и всегда делаю Да, пока я здесь, покажу, что здесь тоже может быть спаун Вот в скорой на порожке лабораторной карты Синий, насколько я помню Далее, ребятки По поводу западного крыла Естественно, у Playstyle у каждого человека свой Я всегда захожу с этой стороны и чекаю первый этаж Потому что с левой стороны бывают заходят люди с той двери И, естественно, я не лутаю с той 12, с той 4, я бегу сразу же в 301 Потому что там как бы чаще попадают с полезный лут То есть, скорее всего, лучше всего такие начинают с 301 всегда Ну и всякий раз, когда вы сюда приходите, люди именно начинают с нее Открываем 301 Даю небольшой лавхак, что когда вы начинаете открывать ключ Вы можете нажать левую кнопку мыши И открытие двери произойдет нам немножечко быстрее, чем обычно Так вот, что у нас здесь может заспамиться, ребят? Автальмоскопы, лидыксы, шины, вазелины, звездочки Вся медицина, которая может быть Спамится вот здесь, вот на этих коробках Тут тоже может быть лидыкс Снизу может быть видеокарта, поэтому проверяйте Прибегаем сюда, лидыкс спамится здесь Видите, автальмоскоп лежит Может быть здесь, может быть на кровати Обязательно проверяйте такие вот сундуки, ребята Зеленые огромные Потому что в таких сундуках с маленьким шансом может быть спаун лидоруба Вот видите, также есть флешечки Можно собирать флешечки Также можно проверять здесь видеокарты в компьютерах Они очень редко бывают, но проверять можно Ладно, с 301 разобрались Погнали дальше, друзья Далее я иду Спускаюсь вот в эту дырку На второй этаж Всегда прочекаю коридор И аккуратно будьте Здесь тоже могут вас уже ждать сидеть Идем в 205 комнату Здесь у нас идет спаун лидыксов Может справа заспаунится, может слева заспаунится Здесь тоже медицина Будьте внимательны Здесь на, прямо вот на этом листочке Может заспаунится Красная лабораторная карта Здесь также медицина Далее я иду Или на второй этаж Или на первый Если я слышу кого-то на втором Я иду на второй Если я знаю, что там кто-то есть Но он крысит Я иду через первый этаж Чтобы больше было возможности его услышать Что он шевелится и так далее 112 комната, ребята Тут также есть квест Здесь спаунится справа Вот здесь вот Синяя лабораторная карта Здесь спаунятся всякие Еда, вода Полезно Далее 104 комната, друзья Одна из самых приятных комнат Тоже Здесь у нас спаунится Куча медицины Разные Здесь вот на краю стола Лежит Синяя лабораторная карта Также могут всякие доллары И евро лежать Поэтому имейте ввиду И вот здесь вот на полке Спаунится лидекс Здесь вот, ребята, вход Очень часто идут ЧВКшники отсюда По железу можете ориентироваться Звук железа Потом они запрыгивают по дереву И открывают дверь Здесь иногда бывают Неплохие ништяковые штуки Типа фильтров водных Типа пропанов И так далее Поэтому обращайте внимание Сюда на это тоже Далее идем Значит 221 1-я 222-я И 218-я комната Они объединены, ребята В одну Это 3 комнаты Можете любой из этих ключей Открыть На барахолке Посмотреть, какой дешевле Из них стоит Потому что Любой из них подойдет Смотрите Здесь вот Лежат Еврики Доллары И так далее Здесь Лежат всякие Медицина То есть Может пропнуть лидекс Автомоскоп И так далее Здесь Патронные Бывают Бэцки Бывают Бэтэшки Полезные Здесь бывают Еврики Здесь Сахар Сок И так далее Здесь Ребята Спавнится РСАСКО Сейчас она Очень дорогая Потому что Она квестовая Также Насколько я знаю Здесь должен Спавниться Лидекс Но я его Здесь Ни разу Не находил Очень странно Очень часто Открываю Эту комнату Ни разу Не находил Очень маленький Шанс Видимо Разобрались С этими Комнатами Ребята Дальше Идем Напротив Открываем Комнату 220 220 Комната Здесь Видите У нас Звездочки Лежат Адреналин Тут Бывают Спавнится Сурф Набор И так далее Также Может спавниться Лидекс Здесь Спавнится Вот на этом Видите Сепочка Спавнится Какие-то Драгоценности Бывают Лев За 300 тысяч Рублей Спавнится Поэтому Проверяйте Ящички Также Я их особо Не лутаю Обычно Вот эту комнату У меня Ребята Часто спрашивают 19 Я для нее Ключа не беру Там Много ящиков В этой комнате Гранатных И так далее Мне она В принципе Не нужна Поэтому Я ее не лутаю Западный Западным Крылом Санатория В принципе Разобрались Остался У нас Только Подвал Сейчас Покажу Подвал И Идем С вами Дальше В подвале У нас Спавнится Красная Лабораторная Карта Здесь Небольшая Подсобочка Бывают Всякие Ништяки Типа Канистр Вот видите Кофе Лежит Бывают Ножницы Дорогостоящие И так далее Поэтому Чекайте Ребята В подвале У нас Постоянно Тоже Лутаются Ребята Здесь У нас На предпоследней Полке Спавнится Красная Лабораторная Карта Поэтому Проверяйте Пожалуйста Далее Ребята Я всегда Иду На Административку Именно По улице Мне так Больше Нравится Так Короче Так скажем Старайтесь Не задевать Железку Заходите Здесь И Немножко Прислушивайтесь Потому что Очень хорошо Слышно Если кто-то Есть Если кто-то Лутает Двигается Вот ребята Первый у нас Респ Лидикса Без Ключа В администрации Лежит прямо здесь Вот видите На место Звездочки Здесь Можно спавниться Лидикса Запоминаем Далее Поднимаемся На второй этаж Направо Я не лутаю Обычно Там бывает Видеокарта Но я не лутаю Экономлю время Иду сразу же Сюда Вот таким вот Макаром Здесь у нас Ребята Тетрис Спавнится На этих На этих Полочках Под кружкой Может Спавниться Красная Лаботорная Карта Так Здесь у нас Может заспавниться Видеокарта Флешка Видеокарта Здесь всякие Ништяки Вот эти Ножницы Очень дорогие Ребята Можно их забирать Здесь тоже Видеокарта Может заспавниться Вот здесь На столе Может заспавниться Видеокарта Тут тоже Компьютеры Компьютеры можете Лутать Если время есть В принципе Тут тоже Здесь на краю Ребята Стола Спавнится Какой-то Ключ От санатория Довольно Полезный Не помню Какой Конкретной Компьютеры Иногда Проверяйте Может Дополнительно Принести вам Денег Здесь также Бывают Шланги Всякие Ножницы И так далее Здесь на краю Тоже Шланг Бывает Лежит Можно Его Проверять С админкой Закончили Дальше Я иду Сразу же В Восточное Крыло Тут у нас Ребята Если с этой стороны Заходите Я начинаю С первого С первого Этажа Потому что Также на втором А третьем Могут сидеть Люди Я начинаю С первого Чтобы больше Услышать их И так далее Чтобы больше Собрать информации По этому крылу Здесь ребята Спавнится флешка Проверяйте На картонке Под ней бывает Открываем 107 Комнату Здесь у нас Сдвоенная Так сказать Комната Справа нам Не очень интересен Лут Нам больше Интересен Лут Слева Здесь бывает Видеокарта Спавнится На полу Бывает Лежит Видеокарта Здесь бывает Что-то лежит Ребят Проверяйте И здесь Лида Спавнится На полочке Дальше Я прохожу В правую часть Восточного Крыла Поднимаюсь На второй Этаж Обязательно Чекайте Вот так Вот лестницу Может кто-то Сверху Сидеть И Аккуратно Чекаю Вот эту Длину Очень часто Вот за этими Мусорными пакетами Сидит Чел Вторая Ребята Комната Где спавнится Лидикс Без ключа Это вот здесь Вот На краю Бывает Медицина Очень редко Конечно Маленький шанс Ребят Но бывает Чекайте Ну и конечно же Самое вкусное В Восточном Крыле Это 222 Комната Тут у нас Бывают Видеокарты Здесь Бывают Видеокарты Тут Вот ребята Видите Всегда Проверяйте Вот эту Коробку Здесь Бывают Очень Классные Всякие Ништячки Типа Роллеров Типа Часов И так Далее Петухов Здесь У нас Видите Ящик С Гранатами Также Доллары Пробегаем Сюда Тут У нас Спавнится Лид Икса Вот Звездочка На любой Из этих Полок Может Спавнится Лид Икс Ребята Проверяйте Все Здесь Еда Спавнится Так Ну в принципе С 222 Разобрались Далее Ребята Есть Соседняя Комната 218 Кровавая Такая Да Здесь Бывает Спавнится Красная Лабораторная Карта На угле Стола Проверяйте Друзья Так Ну и Далее Я иду Обратно Поднимаясь На третий Этаж Здесь У нас Ребята Подсобочка Можно купить 328 Ключ Можно купить Ключ Подсобки Который Я вам Показывал Вот он Да Называется Ключ От подсобки Санатория Один из Двух Покупайте Здесь Здесь У нас Спавнятся Всякие Цепочки Золотые Серебряные И Тетрис Тут У нас Спавнятся Видеокарты Ребята Прямо На столе Можно Спавнится Здесь У нас Может Спавнится Плачок Ребят Видите Вуду Спавнится Довольно Полезный Прицел Также Видите Огромная Огромная Обойма На 100 Патронов Иногда Бывают Очень Хорошие Патроны Здесь Спавнятся В ней Поэтому Проверяйте Бывает Даже 995 Я не раз Выносил Так Обойму Так Здесь Закончили И Последняя Комната Которую Я лутаю В восточном Крыле Это Комната 314 Также Можно 313 Одну Из Двух Ключей Покупайте Один Из Двух Тут Всякие Ништяки И Вот Здесь Ребята Спавнятся Боком Очень Интересно Нигде Такого Не видел Больше Боком Спавнится Медицина То есть Здесь Будет Лежать Лидикс Он Будет Лежать Не Плашмя А Бочком Поэтому Обращайте Внимание Нужно Присмотреться Также Вазелины И Всякие Звездочки Есть Очень Много Разных Комнат Санаторий Который Я Не Лутаю К примеру 310 Комната И Так Далее Вы Можете Задаться Вопросом Почему Просто Не Хочу Тратить Время На Лут Который В принципе Не Очень Интересен Вот За Этими Комнатами Там Могут Заспавнится Часы Золотые Цепочки Серебряные И Так Далее То же Самое Относится К К К Комнате 205 С И В принципе Ребята По Ключам И Спавнам Места Спавнам В санатории Я В принципе Рассказал Если Будут Какие То Вопросы Ребята Не Стесняйтесь Задавайте В комментариях Под Видео Я Обязательно С вами Поделюсь В принципе Рассказал Все Что Хотел Ребята Еще Раз Повторюсь Пожалуйста Не Бегайте Не Лутайтесь Топористами Вы Не Научитесь Так Ребята Играть Вы Только Ухудшите Так Скажем Положение Комминити Наш Будете Ухудшать Игру Другим Людям Поэтому Пожалуйста Не Бегайте Топористами Одевайте Хоть Какие То Хоть Какое То Оружие И так Далее Ну И В конце Концов После того Как Вполутал Я Всегда Выхожу На Скалы И Проверяю Этот Выход Ребята Очень Много Крыс На нем В последнее Время Появилось Но Я Все Рано Всегда Бегаю Всегда Проверяйте Этот Выход Он Ну И В принципе Ребят На этом Будем Заканчивать Наверное Кстати Я Забыл Сказать Каким Образом Я Добегаю На Санаторий Я Использую Шприц SJ6 Синий Шприц Он Дает Вам 25 Силы 25 Выносливости Левела И Помогает Дольше Бежать До Санатория Быстрее Прибегать Чем Другие Поэтому Используйте Это Вторая Фишечка Небольшая Вот Естественно Можно Экономить Если Плохой Респаун У вас Но Если Хороший Респаун Обязательно Используйте Очень Помогает Быстрее Добежать Ну И Конечно Же Ребят Спасибо Большое За Посмотр Этого Видео Не Забывайте Пожалуйста Ставить Лайки Пишите Комментарии Кому Понравилось И Что Вы Ждете От Следующих Гайтов Ребят Какие Для Вас Разобрать Моменты Всем Удачи И Всем Пока